МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот приказ, он очень объемный, и он включает практически все носологические формы, то есть все заболевания, которые мы можем увидеть в международной классификации функционирования 10-го пересмотра. Этот приказ был, и эти классификации были, они на выну, они были разработаны с учетом всего экспертного опыта и обобщен весь экспертный опыт за весь период существования и службы в ТЭК и МСЭ. Этот приказ, он доступен не только для экспертов, клиницистов, но и для самих пациентов по причине того, что там, я сказала, указаны все заболевания, которые встречаются у нас в МКБ-10. В этом приказе, если мы говорим вообще о том, что он обсуждается очень бурно в средствах массовой информации среди граждан, среди населения, на сегодняшний день он прошел в течение 15-го года, он работал весь 15-й год, мониторинг, и мы отправляли в Министерство труда Российской Федерации замечание предложения, отрабатывая все его положения, направляли предложения по минимизации рисков, которые могут быть при применении этого приказа. На сегодняшний день мы можем говорить, что некоторые носологические формы, то есть некоторые заболевания, они, установление инвалидности при некоторых патологиях, они даже расширены, это, например, при злокачественных новообразованиях. Там мы уже смотрим более длительный период динамического наблюдения, рассматриваются и устанавливается группа инвалидности более на ранних стадиях самой патологии. Конечно, вообще инвалидность и группа инвалидности – это многофакторное понятие, потому что оно включает же не только наличие само заболевания. Само заболевание никогда не является основанием для определения группы инвалидности. Нужна сама патология, нужны последствия, которым привело это заболевание, и кроме этого эти последствия должны приводить к ограничениям жизнедеятельности, это семь категорий ограничений жизнедеятельности, и социальной недостаточности. То есть основные принципы при определении группы инвалидности остались прежние. Приказ только расширил, и, как говорят люди от Калининграда до Владивостока, был понятен всем, был прозрачен. Поэтому были приняты, был такой вот труд создан, эти классификации, по которым мы и работаем. Вот я сказала, по нозологической группе, такое как злокачественное образование, то есть там более лояльный подход. Конечно же, было очень много вопросов, когда мы освидетельствуем детей наших. Получается, что сейчас экспертиза становится более объективной? Более объективной. Этот приказ и был создан, эти классификации разработаны с целью объективизации нарушенных функций и систем, которые могут существовать вообще у человека. А что же вызывает тогда недовольство и вот эти бурные общественные споры? Я хочу еще сказать в примечании, что этот приказ был до рождения, до выхода и вступления в силу, до выхода в свет, он обсуждался очень широко с общественными организациями инвалидов Российской Федерации и с пациентскими организациями. Что приводит к такому бурному обсуждению, я предполагаю, что это именно касается, вот мы еще не перешли, когда мы освидетельствуем наше детское население, когда ушли некоторые нозологические формы именно вот в этом возрасте, от нуля до восемнадцати. И в первую очередь вот в республике Хакасия на первом месте по инвалидизации среди детского населения являются врожденные аномалии. И из этого приказа как раз ушло врожденные аномалии такие, как это патология челюстно-лицевой области, это такая врожденная патология, как косолапость и врожденный вывих бедра. Они оценены, они введены в классификацию, но кроме, я не сказала, что кроме заболеваний в этой классификации, приводится процентное соотношение любой патологии определенному проценту. Если мы говорим об определении группы инвалидности или категории ребенок-инвалид, то начинается все от 40%. 10-30% это стойкие, но незначительные нарушения функции той или иной системы. 40-60% это определение уже категории ребенок-инвалид или третьей группы, и так до 100%. И поэтому вот эта нозологическая группа, то есть эта патология, врожденные аномалии, они вошли в классификацию, но они были расценены от 10 до 30%. Вследствие того, что мы отработали 15-й год в рамках этого нормативного документа, свои предложения, замечания были все высказаны, они все были учтены Минтрудом России, и на сегодняшний день мы работаем с февраля 2016 года уже по новому приказу, новым классификациям, я не буду конкретно уже останавливаться, но вот эти группы, которые были исключены, то есть были введены в 10-30%, при которых не определяется ни группа, ни категория ребенок-инвалид, они были введены в этот приказ 1024Н. Но опять же мы говорим о том, что не само заболевание, не сама патология, это группа инвалидности, а последствия. И даже введя вот этот класс врожденные аномалии в области, которые я сказала, они расцениваются при наличии тоже нарушений. Это у деток и белково-энергетические нарушения, это могут быть уродующие нарушения, это могут быть речевые нарушения, уже на фоне проведенных реабилитационных мероприятий и реконструктивных операций. Потому что инвалидность определяется, опять же, после проведения, и это установлено законом, проведения лечебных, реабилитационных, диагностических мероприятий. Оксана Гавриловна, давайте конкретизируем, какие все-таки дети, получается, сейчас выпали из этой группы. Да, мы сказали, выпали из этой группы в течение 15-го года при врожденных аномалиях таких челюстной лицевой области, это как в простонародье говорят, да, заячья губа, волчья пасть, это врожденная косолапость и врожденные вывихи бедра. Но это, вот я говорю, что эти заболевания, они сейчас вернулись в приказ 1024 НМИН труда России, и мы сейчас рассматриваем по тем же категориям, по тем же критериям. То есть не само заболевание мы говорим, я повторю еще, а последствия, к которому привела эта патология. Последствия, это цепь такая, они должны приводить к определенным ограничениям жизнедеятельности. Необходимо сказать, что, может быть, если мы детально будем рассматривать, необходимо сказать, что если в предшествующем приказе, сейчас мы уходим от того долгого перечня, да, где весь перечень заболеваний, мы рассматривали ранее определение третьей группы на примере инвалидности, возможно было при наличии одной категории ограничения жизнедеятельности, такой, как трудовая деятельность. А вот когда вступил в силу 664 приказ Н, в 2014 году, определение третьей группы, для определения третьей группы нужно было хотя бы две категории. То есть если ранее одна, может быть, это еще и связано вот именно с этим. Не только трудовая деятельность, но еще может быть самообслуживание, самостоятельное передвижение, контроль за собственным поведением и так далее. Ну, все сочетания, любое сочетание, но не менее двух категорий. Получается информация о том, что диабетики, люди прикованные к постели, тоже вдруг остаются без инвалидности, это неправда? Это неправда. У нас в республике этого нет. В республике нет, и я предполагаю, могу предположить, что на территории Российской Федерации этого не может быть. Что касается сахарного диабета, мы говорим, опять же, о том, что это не просто заболевание, это еще кроме того, что в первую очередь это образ жизни. Наши дети, имея такое тяжелое заболевание, это, как правило, инсулинзависимый диабет, они, конечно, защищены. И вот в этом приказе, что в 664, который сейчас с февраля утратил силу, что в 1024 Н, дети до 14 лет, имея такую патологию, в 100% случаев имеют категорию ребенок-инвалид. Даже скомпенсированные, даже на начальных стадиях этой патологии, даже способные адекватно принимать свое заболевание и проводить контроль, то есть самостоятельный контроль своего состояния. Вот это же подколки инсулинов, это дети школьного возраста, где это ограничено, да? Они имеют категорию ребенок-инвалид. Все, что касается после 4, это подход вот этих классификаций. Все, что касается больше 14 лет, да, мы говорим о детях до 18 лет. Дети в основном, конечно, уже имеют неначальные проявления техосложнений, то есть это ретинопатия, это нефропатия, это ангиопатия. Они имеют категорию ребенок-инвалид. Во взрослой сети подход несколько иной, но он ничем не отличается от предшествующих классификаций, то есть наличие сахарного диабета, инсулин зависимый, потребный, инсулин независимый, при наличии осложнений, при наличии стойких последствий данного заболевания, они имеют группу инвалидности. Градация может быть различная, потому что сахарный диабет, если мы говорим о макроангиопатиях, это могут быть и ампутационные дефекты, и не одни. Это может быть нефропатия любой степени выраженности, это может быть ретинопатия вплоть до слепоты, соответственно будут установлены и группы инвалидности. То есть никак эти люди ущемлены не будут? Безусловно. И внутри групп вы их не передвигаете? Группы в основном при такой патологии, они стабильны. Они могут иметь тенденцию, если скомпенсирован пациент, они могут длительное время иметь одну группу, с переходом может быть более какой-то серьезный. Получается в целом количество инвалидов, оно у нас уменьшается или остается стабильным? В связи с этими новыми критериями? Мы опять сегодня, делая ретроспективный анализ тому, что происходит с накопленным контингентом инвалидов на территории республики, мы не можем говорить о том, что применение новых классификаций привело к тому, что снизилось количество инвалидов. Действительно, в 2015 году количество инвалидов снизилось почти на 2500 за счет взрослого населения. Детей всего уменьшилось на 11 человек. Но 2500 – это снижение... То есть каждый 14-й житель республики, мы сегодня говорим, является инвалидом. Но это соотносительно того, что мы имеем сегодня в накопленном контингенте, к числу численности вообще населения республики. Уменьшается численность населения, уменьшается из-за естественных процессов, могут быть миграционные процессы, могут быть внешние причины. И никаким образом это не связано. То есть наш анализ показывает с применением новых классификаций. Но на сегодняшний день количество инвалидов по сравнению с предшествующим 2014 годом, отдаляем еще на год, снизилось на 2500. Что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.